Всем привет! Сегодня мой заказ по 13 каталогу, и вы его видите здесь. И первое, о чем я хотела бы вам рассказать, это о новинках запеченной тени Giordani Gold. У меня двоякое к ним мнение. Они мне как понравились, так и в то же есть нарицание. Это по поводу золотистого оттенка. Макияж, конечно, смотрится здорово. Я еще буду тестировать, экспериментировать, и чуть позже запишу вам макияж с этой гаммой, потому что мне хочется прочувствовать его, потому что эта тень немножечко требует другой техники нанесения, и поэтому в следующем видеообзоре, либо просто макияж, я вам покажу, запишу, расскажу о своих впечатлениях. Тени Swatch. Несмотря на то, что золотистый якобы сильный пигмент, когда вы его наносите, он слабоватый, поэтому изначально мне эти тени золотистые не совсем понравились, но после того, как я приноровилась, начала чуть-чуть мокрым нанесением на базу, эффект получился классным. Буду тестировать, но вот эти тени мне безумно нравятся, эффект хороший, и хочу попробовать с ними сделать все-таки смоки. Эти тени приходят в роскошной коробочке, и вначале здесь закреплен аппликатор. Аппликатор, ну, я не совсем люблю такие аппликаторы, пользуюсь, но, тем не менее, он достаточно хорошо наносит пигмент. Вместе с вами полистаем каталог 13-й, и я вам расскажу о тех продуктах, которые я заказала, какие понравились, какие я не заказала, но это мои любимки. Во-первых, будет новая туалетная водичка. Она очень вкусная, но фаворит мой сейчас – это новая туалетная вода. Это премиум класс, она будет в следующем каталоге. Это мой вкус, мой выбор. Ну, вы можете взять пробники и попробовать. У нас начинается акция «Медальный зачет», когда вы собираете медальки в каталоге, и потом будете обменивать на замечательные подарки. Сейчас идет такой тренд – это модная тема оптических иллюзий. Мега-тренд черно-белого, и вы можете увидеть у меня черно-белое. Когда я была в Майами в январе, я накупила много-много себе одежды, и как раз-таки она черно-белая. Это тренд. Я уже думаю, почему я не заказала даже эту сумочку, она бы просто обалденно смотрелась к моему наряду. Такие я уже придумала, что красненькие туфельки. В общем, опять мне надо делать до заказ, и снова-снова-снова, потому что вот это классная штучка. Как я ее пропустила? Я написала себе сделать ее 50% скидкой, но забыла-забыла. Наверное, буду сделать до заказ обязательно. У нас идут новинки жидкой губной помады Муз. Эту помаду я очень люблю. Вы можете посмотреть, сколько оттенков этой помады, и подробный видеообзор я вам вышлю внизу. Ссылочку, где будет описание и свочи этих помад. Все оттеночки помад, которые у меня есть. Здесь есть, например, вот эта вот матирующая помада. Это просто немножечко глянцевая. Это лаковая помада. Они интересные, но есть нюансы в технике их нанесения. Нужно все-таки приноровиться. Так вам понравится. Вы видите, сколько оттенков я взяла. Мне нравятся они, и я периодически использую разные. Например, сейчас у меня акцент на глаза, поэтому я использую вот такую вот матовую мата цвета нюд. И я думаю, что она смотрится достаточно хорошо. Но желательно ее также использовать либо под карандаш, либо потом пройтись кисточкой для помад, чтобы втушевать. Тушевайте, чтобы она лучше выглядела. Более сейчас очень привлекательная цена. Вы можете приобрести за 259 рублей, если выберете два продукта со страницы. Лаки. Лаков у меня достаточно много. Два-три раза в год я все-таки делаю шелак, только на конференции для того, чтобы не задумываться. Потому что мы каждый день спим 3-4 часа, и там точно день нанесения. Но в постоянной ежедневной жизни я использую такие лаки. Мой ящик, моя любимая жидкость и количество лаков, которые я использую. Палитра лаков огромная. Держатся они великолепно. И ногти ухоженные. Кроме того, здесь еще есть, например, защитное покрытие сушка для лака. Честно говоря, эти помады не люблю запах. Не знаю, они мне не нравятся. Тушь 5 в 1 фаворит, как всегда. Вот это то, что я невероятно, очень-очень сильно люблю. Во-первых, из-за запаха. Это шикарнейший запах, аромат. Ну, не передать словами, что-то такое роза, тиргановое масло. Хороший эффект. Наверное, у меня это уже шестое масло. Потому что с этими маслами я восстанавливаю волосы. Как вы знаете, все равно лето, море, солнце. Оно высушивает волосы. Они становятся тусклыми. Иногда дальше секутся у кого-то. Я отрастила волос с нашими продуктами. Здесь вот оно более густое масло. Вот именно в этом. И против секущихся волос. Но оно легкое. Вы его наносите, и нет никакой жирности. Если взять это масло, оно более как спрей легкое. Я вам даже когда-то создавала видео где-то. Мне оно понравилось. Мало того, что на конференции, где-то около Афины, после того, как я покупалась, я использовала это масло, наносила на тело. Во-первых, аромат всего тела был приятный. Кроме того, кожа ног была шикарна. Помнила, что если у тебя нет лосьона для тела, такого хорошего, и чтобы быстро восстановить кожу, то можно использовать масло. Масло, оно и есть масло. Если вы меня спрашиваете, какой оттенок краски использую, это 5,25. Это была скидка летом. Большой распродаж, по-моему, 199 рублей. Я приобрела штук 10 красок. И по два тюбика использовала. И сейчас я посмотрела, что у меня красочка заканчивается, а в следующем каталоге скидки на нее нет. Она будет только в 16 каталоге. По мега скидке тоже, по-моему, там 199 рублей. Поэтому я сейчас взяла себе краску. Волосы надо поддерживать. А потом уже наберу, я даже не знаю, сколько оттеночков. Наверное, так же штук 10 про запас. Эти масла я вам показывала. Они сейчас с 50% скидкой. Несмотря на то, что масло у меня есть, я еще про запас заказала себе вот такое. А остаток такого же масла оставила, подарила кому-то на лайнере. Скидка на эту краску не совсем большая, но, тем не менее, оно того стоит. Мне она нравится. И благодаря этой краске я отрастила волосы. Это моя любимейшая серия. Всегда ее покупаю. Про запас она у меня уже есть. Или нет? Или нет? На самом деле я не понимаю, когда люди говорят, вот я не знаю, что заказать из Арифлейн. Мой заказ здесь, два заказа, 300 баллов. И при этом, всегда листая каталог, я понимаю, что, блин, я опять пропустила мой любимый продукт и не заказала с большой скидкой. Да, я закажу его после, но скидка-то будет другая, меньше. Поэтому, выбирая мои самые любимые продукты, я всегда заказываю и так, что они у меня лежат в шкафчике с большой, более выгодной цены. Сколько бы я не зарабатывала, я люблю экономить, потому что эти деньги я всегда могу потом спустить на шопинг. Из расчесок у меня вот такая есть пошкарябанная расчесочка на все случаи, которая валялась во всех сумках, которые у меня были. Я делаю немножко начес ей. Также у меня была уже Арифлейновская щеточка. Оставила ее в Омске. Взяла, заказала еще одну. Более акция, 50% скидка. У нас есть мега крутые продукты в большой XXL упаковке. Я, например, покупаю это не как гель для душа, как здесь получается отшелушивающий гель для душа. Я его использую как пена для ванн. Итак, 60% скидка. Дезодоран для ног 250 мл. Ну да, конечно же. Как без этого? В Омске у меня еще осталось траншеи, штук 15, наверное, вот таких спреев. Они лежат. Я всегда затариваюсь, когда идет мега распродажа. Я себя люблю, уважаю, поэтому уж пользуюсь этим спреем. Продукт, который я заказываю постоянно, периодически, это спонж для макияжа. Вот так он выглядит в полувлажном виде. И он немножко уже пошерпанный, поэтому я заказала себе новенький. Он более жатый. И еще раз вам напоминаю, кто не использует, его нужно перед тем, как наносить, обязательно смачивать. Суперечка, когда вы делаете макияж, становится тональное средство, вы его моете, желательно обычным гелем для умывания, и потом наносите. Только так он вам делает классную, крутую растушевку, и действительно, вы получаете эффект. Но именно влажным спонжиком, потому что, сколько я замечала, многие его используют в сухом виде, а это неправильно. Я вам рекомендую вот это средство, жидкое для снятия лака. Тоже уже не знаю, сколько их было. Я им очень довольна. Мне нравится. Тем более, хорошая цена. Вот они тени. Много оттенков. Я заказала, как вы видите. Кажется, очень близко. Но вот этот вот наносится, его несколько раз нужно наносить. Наносить менее пигментированный, чем темный оттеночек. И я не могу вам сказать, что я 100% ими довольна. Да, шикарно. Потом результат на глазах выглядит. Но все-таки я бы хотела, чтобы они были более пигментированы, носили сразу прям так вот хорошо насыщенно. А вот этим оттеночком я скоро сделаю смоки. Покажу вам. Жордание волки. Тоже моя любимая помада. И не буду вам показывать, сколько здесь оттеночков. Вы, наверное, сразу видите. Это только жордание. Мой самый любимый оттенок – это матовая помада, которая была в прошлом каталоге со скидкой. И мне пришлось дозаказать ее в последний день, потому что я ее очень люблю и поняла, что у меня уже заканчивается помада. Поэтому я ее заказала. Плавное, перешли к двухфазному пилингу для обновления кожи на Вэйдж, который состоит из двух капсул. Вот эти капсулы. Эти капсулы я приобрела еще в прошлом каталоге с 50% скидкой. Но, прочитав более подробную инструкцию к применению, там было написано, что не подходит для чувствительной кожи, что-то по поводу солнца, что активно после применения нельзя на солнце. И так как я отправлялась в круиз, я решила не рисковать и все-таки оставила на потом. И как-то некогда было, потому что были последние дни. Когда я приехала, тоже как-то было некогда. Некогда. Думаю, сейчас надо будет рассказывать обзор, сказать честно, насколько понравилось, не понравилось, какая была реакция. Вот. И вчера быстро бегала, прочитав маленькую аннотацию, вот такую бумажечку быстро прочитав, побежала в душ и начала носить. И забыла, что нужно первый шаг обязательно наносить диском, ватным диском. Я нанесла, думаю, ой, здесь много нанесла, еще чуть-чуть осталось. Помню, что там было написано держать не более 10 минут. Смыла. Пришла, в голову помыла, пришла, читаю. Там написано, что не смывать водой. Я быстренько сразу же нанесла это средство. Также в ванной начала наносить номер 2. Ручками думаю, ой, какое-то жидкое, жидкое, прям жидкое какое-то средство. Побежала читать дальше. Нет бы сразу внимательно прочитать. Там написано, что после того, как вы снимаете ватным диском номер 1 жидкость, вам нужно потом, не более чем через 10 минут, нанести на ватный диск номер 2 шаг и удалить остатки очищающего средства номер 1. Нет бы нормально прочитать, но это было в конце, после вебинара. И вот знаете, когда новичка отправляют что-то делать, и кто-то делает первый раз, не получается сразу, сколько бы спонсор не говорил, пока вот ручки сами не сделают несколько раз, несколько раз косяков не натворят, вот потом я уже сейчас знаю, что и первое, и второе средство нужно использовать при помощи ватного диска. Ощущение какого-то чуть-чуть жжения, покалывания. Вы чувствуете, как что-то происходит с вашей кожей, потому что здесь две молочных кислоты. После этих двух средств вы наносите, убираете тоник, убираете любое очищающее средство, вот это вот я точно запомнила, и не используете сыворотку, сразу после этих средств наносите ночной крем. Еще раз, вы не используете больше этого никакое очищающее средство, вы не смываете водой, вы сразу после этих двух средств наносите ночной крем. Утром Состояние кожи хорошее. Вы чувствуете, как слой кожи стал чуть тоньше. В этих продуктах содержится гликолевая и молочная кислота. Также в инструкции написано, потом я третий раз уже прочитала внимательно, что эти средства нужно использовать только однократно. У меня они остались и в первом тюбике чуть-чуть, и в другом. В следующий раз я буду знать, что это только однократное применение, хотя меня смущало то, что, вы видите, можно эти баночки закрыть. Когда вы что-то покупаете, читайте внимательно, однократно. И не вот такие вот мелкие инструкции, а действительно в каталоге. Там прям подробно все написано, что нужно делать. Они вот здесь вот изучать мелким вот таким вот шрифтом. Но мне понравилось то, что эти средства, как раз таки у меня появилась гиперпигментация, я вам чуть-чуть попозже об этом расскажу. Я думаю, что эти средства как раз таки мне помогут восстановить мою кожу лица. Это не дешевое средство, но если сравнивать с салонной процедурой, вы делаете раз в неделю, наносите вечером, то есть на 4 недели у вас салонный уход. И вы получаете вот такие замечательные результаты. Я потом вам расскажу. Я начала эксперимент своей внешностью. Я сделала скрины моих пигментных пятен. Я вам покажу, насколько они ушли. Поэтому я буду просто петь оду. Это самая лучшая маска, самая лучшая ночная маска, в которую я вообще в своей жизни пробовала. Эффект ну просто бомба. Я не знаю, как еще это описать. Нам такую же маску подарили на конференции. Но я не стала ее открывать. Почему? Потому что эта маска действует только ночью. Где-то в промежутке с 11 до 5 утра. Если вы не спали всю ночь, если вы нанесете ее под утро, то она не успеет раскрыться. Она только часик раскрывается. Потом глубоко проникает в глубокие слои кожи. То есть, если вы обычную маску нанесли на 15 минут, она разогрела кожу, сделала свой эффект, и вы ее смыли. Здесь же наоборот. Она только часик. Эта маска глубоко проникает в самые глубокие слои вашей кожи. И я думала сначала, ой, как же это так? Ее плотным-плотным слоем наносить, а как же спать? Потому что она вся останется на подушке. Потому что вы чувствуете, что это как крем. Нет. Буквально проходит 10 минут. Она, у вас масочка, покрывается пленкой, и вы ее не ощущаете на коже. Она, кожа становится как кожа. Утром, как только водичка коснется вашего лица, вы чувствуете, что это не крем. А маской ее нужно смывать, смывать, смывать. Эффект мягкая, невероятно классная кожа. Она такая вот бархатистая, ухоженная. Кожаная, какой вы дальше в макияж не наносили, тональный крем, он так благородно, шикарно ложится. В общем, это мега крутой продукт. И ее рекомендую как номер один СОС. И вы почувствуете результат. Если вы использовали эту масочку, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я думаю, что будут отзывы просто вау. В каждом каталоге у нас представлена серия Novage. И в зависимости от того, какой вам возраст, обязательно рекомендую не заказывать все вот это, вот это, вот это, вот это, да? А сначала заказ сделать серию Novage, ухаживать за вашим лицом, и только после этого себе покупать все оставшегося. Ну, это в зависимости от вашего бюджета. Это серия против пигментации. Я ее дозаказала из двух каталогов. В этом каталоге я приобрела себе ночной крем и пенку с тоником против пигментации. Я немножко испортила себе кожу. Как? Так, когда я опаздывала куда-то, либо это на конференции, когда там палящее солнце, мы выходили в какие-то города, либо утром, собирая ребенка в школу, я быстренько делала, наносила дневной крем, наносила, например, тональный крем, и не дождавшись, когда крем и тональный крем хорошо впитается, я делала контурирование, надо же все-таки щечки сделать, и вот так быстренько протушевывала, делала макияж, и тем самым я стирала дневной крем. У меня все потрясающе выглядит, все хорошо ухожено, но вот в этих местах, где я хорошенечко растушевывала и стирала мою защиту, у меня появились пятна. Гиперпигментация происходит, это процесс старения вашей кожи, один из признаков, у кого-то появляется в 25 лет, у кого-то, вот как, например, у меня появилось в 37. Если вы видите, что у вас появилась пигментация, вау-сос, нужно срочно вашу кожу лечить, восстанавливать, убирать эти пигментные пятна, и уже более тщательно смотреть, подбирать крема с высокой степенью защиты, обязательно пользоваться тональным кремом, потому что это дополнительная защита, и я сняла видео, какая моя кожа была до, то есть как раз пигментные пятна, я хочу посмотреть, какая моя кожа станет после, когда буду применять серию против пигментации. Я буду пользоваться только этой серией, и хочу посмотреть, насколько мои пятнышки уйдут, я хочу с вами поделиться своим опытом, что было до, что будет после, здесь у меня не нанесет ни тональный крем, ничего, это как моя кожа, как она есть на самом деле. Моя основная серия, это серия Novage, зелененькая, я ей пользуюсь очень давно, но сейчас моя задача ее подлечить. Многие говорят, если я пользуюсь серией, все, пока моя серия не закончится, я буду использовать только эту серию. Абсурд, это неправильно, если вы только запускаете серию, пользуетесь ей 3 месяца, вы получаете эффект, дальше ваша кожа привыкает, ей комфортно. Это вот представляете, если вы, зная правильное питание, выбираете себе идеальное первое блюдо, идеальное второе блюдо, идеальный салатик, может быть какой-то десертик, и каждый день, и за дня в день это едите, едите. Сначала говорите, вау, как вкусно, классно, ресторанная еда, а потом кожа, ну да, едите и не получаете вкуса. Но если вам стоит немножко, даже легкое, что-то перекус, чуть-чуть другой салатик попробовать, или другое блюдо, вау, как это вкусно, все рецепторы сразу раскрываются, то же самое и здесь, и с вашей кожей. Если вы запускаете серию, например, на ВЭЧ, вы используете ее 3 месяца, потом попробуйте в эту серию, в этот уход, внедрить какой-то более легкий, какой-то комплекс, например, как я беру после пигментации. И дальше, как я использую каждый каталог, каждые 3 недели, я просто эти серии буду чередовать местами. То есть по деньгам это так же, то есть если вам раньше хватало на 4 месяца серии, то и так же эта серия будет через 4 месяца заканчиваться, но только чуть позже. Например, у меня серия на ВЭЧ, например, 4 месяца, я взяла серию против пигментации, я вот так их соединяю, и все, получается, что потом я буду их просто чередовать, и дальше опять же таки куплю серию, там может быть на ВЭЧ, другую, вот, и опять их буду, то есть чередую, чередую, чередую. Так у вас кожа каждые 3 недели будет, вау, как это классно, как это круто, все, потом будет привыкать, вы будете вот так чередовать. Такой принцип я использую уже, наверное, лет 15, как только об этом узнала, и что есть крема базовой серии и крема помощники. Кто-то говорит, ммм, серия на ВЭЧ классы, ну вот мне бы пособирать серию, вот, пожалуйста, идеальный вариант. Вы можете в этом каталоге в себе взять пенку тоник, плюс либо дневной, либо ночной крем, а в следующем каталоге будет сыворотка, будет дневной крем с SPF-фактором 35. Мне очень понравился CC-крем, он сейчас на мне, и крем для век. По стоимости примерно так будет, но когда я увидела, что у меня проблемы, я быстренько в последний день каталога заказала, часть средств и часть здесь так, что я собрала полностью всю серию. О результатах я обязательно вам покажу, насколько уменьшится пигментация, пигментные пятна, ну думаю, что месяца через два. В следующем каталоге у нас появится эксклюзивная рафюмерная туалетная вода. Парфюмерную воду создала Натали Лорсон. В 2015 году она стала парфюмером года, видите, с какими домами она работает. Это очень крутой продукт, это очень крутая парфюмерная вода, поэтому рекомендую обязательно приобрести себе пробник для того, чтобы протестировать. Я думаю, что вам также она понравится и себе приобретете этот аромат. Я неоднократно говорила, что моя самая любимая парфюмерная вода – это Giordani Gold. Запах напоминает Армани. Птичка также приобрела мужу два дезодоранта по акции. Дезодоранта со скидкой 60%, то есть они будут стоить по 119 рублей. В компании Reflame у нас запускается серия Loving Care для самых маленьких, для деток от 3 лет. Кроме того, это замечательный эконом-вариант, большой объем и подходит для всей семьи. Я решила заказать себе вот такое вот жидкое мыло с ярким, выраженным, приятным вкусом молока и орешков. Рекомендую заказать, мне понравилось. И тем более, потрясающая акция, можно заказать набор, куда входит для душа, мыло для лица, мочалка и всего за 499 рублей. Я не заказала лишь потому, что я не использую шампунь-кондиционер два в одном. Для меня важно, чтобы шампунь был отдельно, кондиционер был отдельно, так же, как и у моей дочери. Я ее уже приучаю к этому. Поэтому буду заказывать все по отдельности. Конечно же, в каждом заказе моих знакомых есть зубные пасты, которые мы покупаем всегда. Что еще? А, напоследок, ну да, вот эти замечательные малышки, продукты, которые вы видите во всех каталогах, для меня важно. Если бы у меня не было возможности заказывать все, где-то была ограничена по деньгам, чтобы я заказывала всегда, так это для моего ребенка, здоровья, витамины и омегу. Омегу, кстати, у меня пьет муж в жидком виде постоянно, и у нас она быстро заканчивается. Я не могу терпеть, не могу. Мне хватает только, вот я покупаю себе витаминки, там у меня омега. А ребенок у меня просит и выковыривает из пакетиков вот такую вот омегу. Она ее очень любит. Ну вот это и все. Надеюсь, мой видеообзор вам был полезен. Очень вас прошу в комментариях напишите, что вы пробовали из продуктов, что вы хотите посмотреть, узнать. Для меня это очень важно, это вдохновляет меня на новые видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok